Да, я делала супер-селфи с супер-мужчинами нашего супер-города. Супер-мужчины, супер-селфи. Супер-погоду. А справится ли заданием наша сегодняшняя гость? Знаешь, кто у нас сегодня в рамочке? Ты узнаешь эту девушку? Слушайте, ну вот нет, как это нереальной красоты. Нереальной красоты. Я тебе... Ну то есть ты реально не догадываешься, кто это? Нет, ну это Катя. Это Екатерина, всё правильно. Екатерина Мудря. И ты знаешь, мы сегодня для неё приготовили, ну, мягко говоря, необычное задание. Я жду, друзья. О чём я говорю, расскажут наши следующие гости. Ребята, здравствуйте. Заходите к нам, встречайте, дамы и господа. Семья Соломаха, Андрей и Вера. Верочка, давай, или ты нормально к этому относишься? Давай пересядь ко мне сюда поближе. Вообще, если честно, я так-то бы, может, и потрогала. Потрогала бы? Это необычная... А мне там ни джага-джага не сделают, но так потом будет перед Новым годом. Семья, ребят, здравствуйте. Во-первых, добро пожаловать в программу Пин-код. Ну, это ваши домашние животные, да? Я могу? Наши друзья. Не просто так эти люди появились в студии программы Пин-код, потому что Катя не случайно выбрала фотографию со змеями. Я тебя ненавижу. Змея ты моя. Тебе придется сегодня погладить, погладить этих милых, как ребят сами называют, домашних животных. Поэтому, Катюш, очень скоро ты пока готовься, собирайся с мыслями, можешь пока помолиться. Хорошо, но у меня же есть право выбора, потому что... Ты можешь отказаться. Нет, почему? Она может отказаться, и тогда мы... Вера, спроси меня, Вера. Я наоборот хотела посмотреть на твое мужество в полной красе. Она рядышком со мной, и вообще, в принципе, на телевизии не так давно. Вот только-только зажигается эта звездочка, и вот сразу же мы ее можем с легкостью погасить. Поэтому ты подумай, а у меня пока вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, сколько вот подобных таких вот красивых шипящих существ у вас дома? Двенадцать. Да вы что? Двенадцать. Как двенадцать? У вас отдельно дверь в подъездах, в всяких случаях. Нет, старого. Соседи адекватно реагируют на змей. Они вам приносят для них еду, чтобы быть в хороших отношениях? Нет, но есть люди, которые тоже занимаются змеями. Двенадцать штук. И некоторые разводят крыс, мышей в качестве корма. Кто-то любит покупать, а кто-то разводить. Мы вот решили покупать сразу же. Покупать и разводить. Готовы. Замороженых крыс. Замороженые рожи. Я так думаю, что многие, наверное, этим зарабатывают, да? Да. Вы как-то отбиваете все то, что тратите? Поначалу много тратились, да? То есть фактически мы 10 лет копили на квартиру, да? А потом решили, что собирать мы будем долго на квартиру еще. Решили вот вложить эти деньги в змеи. Ну, и не пожалели. Не пожалели ни капельки. Да, я тоже его смотрю. Не пожалели почему? Рассказывайте. Ну, первая змея появилась в качестве подарка. То есть мне жена подарила на день рождения королевского питона. Ого. Вот. Королевский питон. Это королевский, да? Да. С него все и началось. Потом я захотел удава еще, потом и еще. И остановиться невозможно. То есть террормистика это не увлечение, это болезнь. То есть покупаешь одно змею, потом хочется такое, потом еще, и еще, и еще. И вот я потом купил удава, потом еще. Потом мне жена говорит, Андрей, а ты немножко не приборзел? Правильно. Ну, приборзел что-то, да. Да, потому что у нас еще дочка маленькая. А сколько дочке лет? Пять лет. Пять лет. Вы мне на каждый день рождения дарите? Дружи со змеями. Они тоже друзья. Да, совершенно хорошо. То есть это тот случай, когда ты говоришь, папа, папа, хочу собачку. Зачем у тебя есть удар? Да, то есть? Собачку мы не хотим. Не хотим. Мы хотим новую змейку. Новую змейку. Тринадцатую уже. Прямо сейчас эти замечательные змеи будут делать массаж Кати. Катя, я надеюсь, что ты заднюю не включишь. Я готова потрогать без резких движений, чтобы на меня ничего не надевали. Давай, мы посмеемся. Катя, давай, меньше слов, больше дела. Эфир у нас не ограничен. А за что потрогать можно? Пожалуйста. За что потрогать? За что можно потрогать? Ну, в фантазии, конечно, на тебя. Просто можно я дотронусь? Да мы уже поняли, Катя, можно, это твое задание. Можно погладить ее. Погладить? Ну ты с нее вот снимаешь ответственность. Снимаешь ответственность. Ребят, я не могу, на самом деле, я очень сильно боюсь змеи. Я считаю, даю обратный отсчет от десяти, соответственно, до нуля. Если в течение десяти секунд ты не гладишь змеи, мы, к сожалению, погасим твою змею. Я сделаю так, что не дотронется. Вот ты умница. Вот и весь страх. Это фобия, которая лечится за пять минут. Ну как? Совсем не страшно. Я сейчас, у меня все трясется, конечно. Она двигается. Катюш, присаживайся. Ну я потрогала. Ты молодец. Знаешь, мне кажется, что, ну... Поделись ощущениями. Я поделюсь ощущениями, я ничего не почувствовала. Так. И, наверное, ну, я слабачка. Наверное, это нужно было все на себя повесить. Конечно. То есть... Потанцевать. Это говорит о том, что мы погасили твою звезду. Как ты считаешь? Гасить. Вера, давай я спрошу у тебя. Хорошо, Вера. Потому что все-таки ты принимала участие в нашей рубрике «Гасим звезды». Погасили мы звезду Кати или нет? Нет, нет, нет. Не погасили. Точно? Точно. Ну что, я тебя поздравляю, ты справилась со своим заданием. А это значит, что рамочка продолжает гореть, и все у тебя только начинается. Спасибо. Главное. Спасибо, ребята, вам огромное. С наступающим Новым годом. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, друзья, все на сегодня. Для вас с удовольствием, ну, надеюсь, поднимали настроение вам, Илья Кононов, Катя Мудря. Еще раз всех хочется поздравить с наступающими праздниками, с Рождеством, с наступающим Новым годом. Ну и не забывайте, что 31 декабря в 23.00 мы встречаемся.